В февральском номере Аполлона за 2013 год Культурные противники, с которыми борется модернизм в профессорской науке Венгеровых, Котляревских, Овсяненко-Куликовских, Лернеров, обладают силой, которая, соответственно, не достаёт нам до полного отчаяния. Видно, и модернисты пишут в речи, иногда превосходные вещи, особенно в речи, вследствие случайной политико-общественной комбинации этих дней. Но посмотрите, каким ужасным, суконным интеллигентским языком написана остальная речь, языком всё тех же проклятых культур 60-х, 70-х, 80-х годов. Конец цитаты. Тема, поставленная Чудовским, представляется небезынтересной. В этом сообщении, несколько выпрямляя, попытка её освещения построена на сравнении критико-биографического очерка Тютчева, написанного Брюсовым, и книги Мережковского «Две тайны поэзии», сложившейся из лекций Некрасов «Трагедия совести ещё о Некрасове» 13-го года и «Тайны Тютчева» 14-го года. В мартовской книге «Русской мысли» за 14-й год Брюсов опубликовал статью «Разгадка или ошибка», посвященную лекции и статье Мережковского «Тайны Тютчева». Брюсов обратил внимание на вопиющее пренебрежение Мережковским новейшими научными открытиями и опору на устаревшую и полную неточности биографии Тютчева, написанную Аксаковым, а также на неверные столкования отношения Тютчева к родине, к общественности и к своим стихам. Главное возражение, которое Брюсов выдвинул Мережковскому, состояло в том, что не Тютчев виновен в одиночестве и безобщественности нового поколения поэтов, и доказательством этого не могут быть субъективно отобранные стихотворения при игнорировании других этой точки зрения противоречащих. С некоторой обидой Брюсов писал, что, цитирую, уже 10 лет назад доказал на основании документов и фактов, что эта биография, имеется в виду написанная Аксаковым, при исполненных всевозможных ошибок. Правда, мои статьи были напечатаны в русском архиве, издании мало распространённом. Однако не следовало ли Мережковскому, если он хотел говорить о Тютчеве, заглянуть в русский архив, издание, где всего больше собрано данных о Тютчеве? Мало того, резюме моих статей под заглавием «Легенда о Тютчеве» было напечатано мною в новом пути. Кажется, о напечатанном в новом пути мог бы Мережковский быть осведомлён. Наконец, на основании собранных мною данных, мною написан биографический очерк, предпосланный новейшему изданию сочинений Тютчева. Собрание сочинений, о котором говорит Брюсов, вызвало большой интерес читателей и критики. В течение 2012 года на страницах авторитетных журналов публиковались рецензии и отмечались достоинства очерка, написанного Брюсовым. Учитывая, что в это же время, накануне, в свет вышла его книга «Далёкие и близкие», в которой напечатана глава этого очерка поэзии Тютчева, очевидно, что большой этап его научной деятельности по изучению биографии и наследия Тютчева завершался весьма впечатляющим результатом. И ещё в конце 90-х годов он начал работу по подготовке собрания сочинений этого поэта, в публикациях русского архива сформулировал принципы будущего издания, обратил внимание на необходимость собрать и напечатать письма поэта, перевёл на русский язык письма к Эрнестине Фёдоровне, к Чаадаеву, установил авторско-отдельных стихотворений, уточнил обстоятельства биографии, работал над летописью его жизни. В статьях о поэзии Тютчева Брюсов оперировал понятиями разночтения и варианты, что соответствовало уровню науки тех лет, но по отношению к стихотворениям Тютчева было использовано и не впервые. Устанавливая преемственные связи между символизмом и предшествующей ему поэтической традицией, Брюсов изучал поэтические эксперименты Тютчева, которые могли стать основой для выводов о поэтике русского символизма. В 1900 году в Русском архиве Брюсов опубликовал статью Некрасова Тютчева. Он писал о том, что отношение к их творчеству, как к противоположному друг другу, является ошибочным, поскольку основано на прямолинейном, при увеличении количества гражданской лирики у одного и стихотворений, относящихся к чистому искусству второго. Об этом говорила Мария Викторовна. «Вряд ли такие рассуждения можно объяснить одним только различием поэзии Тютчева и поэзии Некрасова», писал Брюсов. «Гораздо больше повлияли на них два различных взгляда на искусство вообще. Но дело в том, что оба имени были выбраны крайне неудачно. У Тютчева целый ряд стихопроизведений, около трети, написан на злобу дня в лучшем смысле этого слова. То есть передает стихотворные формы, его политические и общественные воззрения. У Некрасова, кроме гражданских стихов, найдется еще очень значительное число его художественных созданий, особенно если не исключать ни первой поры его творчества». Конец цитаты. Обратим внимание, лекции Мережковского и его книга опубликованы после выхода в свет полного собрания сочинения Тютчева и большой реакции на него в печати. В этой ситуации Мережковский делает тот самый крайне неудачный выбор, о котором Брюсов писал еще в начале века и посвящает ему свою последнюю книгу о русской литературе именно Некрасову и Тютчеву. Трудно сказать, насколько положительная реакция образованной публики стимулировала его, но такое совпадение представляется не случайно. Следует, правда, иметь в виду, что свое отношение к поэзии Некрасова Мережковский высказал еще в первых работах о русской литературе в статьях «Старый вопрос по полному таланту» и о причинах упадка, не цитирую, это известно. Этой концепции Мережковский не изменил до конца, и в книге «Тве тайны русской поэзии» открывал Некрасова как певца матери Родины, гражданственность которого нужна русской общественности больше индивидуализма Тютчева. Творчеству Тютчева, наоборот, Мережковский не посвятил ни одной работы. Редкие упоминания его имени на протяжении почти 20 лет не дают возможности судить о том, какое место в литературной иерархии тогда отводил для него Мережковский. Но контекст, в котором цитировались отдельные стихотворения, свидетельствует о том, что муза Тютчева представлялась ему ночной музой русской поэзии, воспевающей хаос, одиночество и молчание. В статье «Тайны Тютчева», так возмутивший Брюсова, он создает свой авторский миф о Тютчеве, сглаженном, порченном старичке. Брюсов и Мережковский в своей работе опирались на биографию, написанную Аксакова. Но как по-разному они использовали ее? Вот Брюсов дает портрет Тютчева, цитирую. «Погодин оставил нам его живое изображение в светском собрании. Низенький, худенький старичок с длинными, отставшими от висков поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни на одну пуговицу не застегнутый, как надо. Вот он входит в ярко освещенную залу. Старичок пробирается недвердую поступью вдоль стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из него рук. Мережковский начинает тайну Тютчева так. Низенький, худенький старичок, хилый и немощный, беспомощный и убогий, как он сам о себе говорит, похожий на облак тощий, на изнемогающий дневной месяц. Вот он сидит у себя в жарко натопленной комнате, зябнет и кутается в плед, или бредет по улице в помятой шляпе и волочит по земле рукав поношенной шубы. Задумчив, рассеян, одет небрежно, ни на одну пуговицу не застегнутый, как следует. Редкие мягкие волосы, отстающие от висков, всклокоченные. Божественный старец, умиляет Сафет. Да, наружность учила, обманчива. Старичок добренький, тихенький. Мухи не обидит, воды не замутит, никому зла не сделает. Просидел всю жизнь в халате обломовском, хлоповском. Что-то писал, бросал бумажки в огонь, да вздыхал, глядя, как тлеют огни. Конец цитаты. Воспользовавшись общедоступным описанием внешности Тютчева, Мережковский формирует мифологему старичка, опирающийся на рассказ отца Алексея Туркинина. Цитирую. Судьба Якова, судьба Тютчева. Он тоже повстречался в лесу со старичком зеленым или, может быть, увидел его во сне. Тютчев у Мережковского старичок порченный, сглаженный. У него светопоязнь, слабобоязнь, проявляющаяся в его равнодушии к собственным стихам. Цитирую. Та, если бы от него зависела, он истребил бы себя из русской поэзии, однажды сжег ненужные бумаги и нечаянно бросил в огонь тетрадь со стихами. Я довольно скоро утешился, вспомнил, что горела Александрийская библиотека. Здесь включена цитата. Шутил он впоследствии. Злая шутка. Тут за видимой легкостью какая-то страшная тяжесть. Кажется иногда, что не только эту тетрадь со стихами, но и всю свою поэзию, дар Божий, готов кинуть в огонь, как сорт. Конец цитаты. А что говорит об этом Брюсов? Цитирую. Один несчастный случай погубил немало ранних стихотворений Тютчева. Вернувшись из Греции, Тютчев стал сжечь ненужные бумаги и нечаянно бросил в огонь тетрадь со стихами. Рассказывая об этом событии, Тютчев говорит, что сначала был опечален, но довольно скоро утешился, вспомнил, что сгорела и Александрийская библиотека. И далее цитирую сокращение. После настоятельных просьб князя Гагарина Тютчев прислал ему в Петербург свои тетради со стихами. Князь Гагарин передал их Вяземскому. Он на другой день узнал о них Пушкин и так далее. Довольно известный текст. Отдельного издания стихов Тютчева тогда не состоялось, завершает Брюсов. Но Пушкин дал им почетное место в своем современнике. Конец цитаты. Бережковский из этого цитатного ряда делает такой текст. Цитирует. Князь Гагарин иезуит в 1936 году собрал и послал Пушкину стихи Тютчева. Пушкин напечатал их в современнике. Он ценит их как должно и отзывается о них весьма сочувственно, пишет Гагарин. А я все же очень сомневаюсь, чтобы мое бумагоморание заслуживало честь и быть напечатным, возражая Тютчев. Что это? Скромность гения? Может быть. Но и лень. Конец цитаты. Конец цитаты. Брюсов этот же текст представляет так. Из всех с детства близких к Тютчеву лиц с ним остался только его дядька Николай Анатольевич Хлопов, не захотевший расстаться с детятей, за которым ходил с его четырехлетнего возраста и последовавший за ним в Мюнхен. Из немецкой квартиры Тютчева Хлопов сделал русский уголок, где к столу подавались русские кушания и где под праздник зажигались божницы лампады конец цитаты. Очевидно, что перед нами два типа биографии, основанная на позитивном знании и на мифопоэтическом прочтении. Оба дали свой результат. Научное изучение позволило дополнить и уточнить биографию Тютчева и поставить ее на прочную документальную основу. Вторая дала возможность создать образ Тютчева, поясняющий его поэзию и одну из линий русской поэзии рубежа веков. Мережковский отождествляет лирического героя и личность поэта. Брюсов комментирует некоторые стихотворения его статьями. В частности, Аксаков указал, что для Тютчева жить значит мыслить. Неудивительно поэтому, что его стихи полны мыслей. В каждом его стихотворении чувствуется не только острый взгляд. Исполнение его ожидания связано с темным пророчеством о том, что столицей славянского мира должна стать возлюбленная Византия, а ее святыня и христианский алтарь, вновь поставленный Святой Софией, комменцитатом. Мережковский, для которого политические взгляды Тютчева были нетерпимы, к статьям дает такой комментарий. Тютчев умен, и политика его не глупая. Что же касается совести, то она менее всего в политике. Политика – игра. Но для тех, для кого политика не игра, ума, а дело жизни, византийская реставрация Тютчева, кощунство из кощунств, мерзость из мерзностей – этот-то стиль, древнерусский или византийский, и выразил Тютчев в точнейшей математической формуле. Брюсов и Мережковский совпали в оценке поэзии Тютчева, сошлись в оценке его пантеизма, поэтических образов хаоса, тайн, природы, молчания. Ну вот, Брюсов, отправляясь от принятия всех проявлений жизни, от восторженного пристрастия к матери-земле, Тютчев кончает как бы полным отрицанием жизни. Мережковский, слова соединяют людей, молчание уединяет, но если не нужно соединение, то и слов не нужно, в словах ложь, истинное молчание. Вот чистейший кристалл того яда, который мы все отравливаем. Брюсов в финале своего очерка дает стиховические выводы о поэзии Тютчева, представляя его новаторство как одну из подоснов поэзии символизма. Мережковский, убежденный, что самые подлинные религиозные чувствования проявляются действительно иже не в самой русской церкви, то около нее и близко к ней, именно в русской литературе, в финале статьи вышел к теме отражения в общественных настроениях двух важнейших тенденций русской поэзии. Шесть лет назад, говорит он, около седьмого-восьмого года, в Париже, зайдя к одному русскому эмигранту, будущему автору «Коня бледного ропшину», я увидела у него на столе маленькую знакомую книжку стихотворения Тютчева и удивился, огорчился, как, неужели, и здесь та же зараза, от которой я бежал из России. Но скоро я понял, что это не так, не для отвлеченной эстетики, не для созерцания, а для действия, для дела жизни, все для того же дела общественного. Нужен был Тютчеву автор «Коня бледного», точно так же, как Некрасов, нужен был тому поколению, из которого вышли народовольцы 70-х годов. Тютчев больно может быть ростом, Тютчев ядно может быть лекарством, один ли Тютчев порченный, сглаженный, нет, не один, ко многим пришел тот, кого к ночи называть неудобно. Так что современному поколению, по мнению Мишковского общественности, Некрасова, является более важным индивидуализмом Тютчева. Вернемся к вопросу Чютовского. Справедливо ли считать, что модернизм не выработал научного знания литературе? Судя хотя бы по полному собранию с сочинения Тютчева, это не так. Крайний субъективизм и тенденциозность Мережковского в прочтении русской литературы оказались иной оптикой, высветившей такие стороны творчества, которые не были внятны, скажем, критикам народнического толка, но при этом его подход в своей основе был таким же утилитарным, как и у них. Публикации Мережковского блока, Гиппиус, Философов и другие в газете «Речь», о чем писал Чудовский, в других периодических изданиях были вызваны потребностью выйти со своей программой к широкому кругу читателей, а вовсе не тем, что им негде было публиковаться. Другое дело, что научная деятельность Брюсова, Блока и Вячеслава Иванова выглядела иначе, чем у Лернера или Александра Куликовского, которые были представителями так называемой профессорской науки, но не были поэтами и писателями. Писательская критика, живое ощущение предшествующей традиции дали возможность свежего прочтения классики и оценки современных произведений, а опора на позитивные знания поставила изучение литературы на прочную основу. Деятельность Брюсова в полной мере подтверждает такой взгляд. Спасибо за внимание.